Очередное заседание ректората Казанского федерального стала наглядной иллюстрацией давно известной семьи истины о том, что награда всегда находит своих героев. Спустя два года сотрудники университета получили награду президента России Владимира Путина за вклад в проведение Олимпийских игр в Сочи. Все те люди, которые сегодня были награждены, часть наших коллег до того получила аналогичные поощрения, они сделали достаточно много для проведения этих больших мероприятий. Кто-то готовил волонтеров с утра до вечера, кто-то потом отрабатывал с ними. То есть все эти люди были задействованы и многие готовили спортивные наши площадки, деревни-универсиады, где по большому счету находились наши гости. Также на заседании ректората обсудили грядущие изменения в структуре подразделений КФО. Уже в ближайшее время сократится число кафедр в Институте международных отношений, истории и востоковедения. Это связано с оптимизацией института под поставленные перед ним задачи. А вот в составе института физики со следующего года не будет кафедры технической физики. Будущих техников теперь будет готовить инженерный институт, который, кстати, в ближайшее время ждет еще и ребрендинг. Обсудили на ректорате и эффективность структурных подразделений в продвижении КФО на международной арене. На что хотелось бы обратить внимание. То есть если по преподавателям, поскольку мы составляем сейчас общий рейтинг, заполняемость, она поднялась. Поднялась, но, несмотря на это, вы видите, есть и определенные резервы. По студентам мы не можем этим похвастаться. Не оставили без внимания и вопросы подготовки к проведению ILA-2016. Казанский федеральный, как один из основных организаторов, готовит для участников набор памятных сувениров. Кто у него войдет, пока еще только предстоит решить. Но одно понятно точно. Сувениры Made in F.O. будут не только на память, но и на пользу. Александр Александров, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова